Время созидать – так называется слёт волонтёров, который накануне прошёл во Дворце культуры Северского трубного завода в рамках Дня открытых дверей. Сегодня это первая встреча. Все желающие, которые хотят заниматься волонтёрской деятельностью, независимо от возраста и социального статуса, места работы или учёбы, смогли прийти в этот день во Дворец культуры. Очень интересно поучаствовать в новой творческой деятельности, попробую сделать что-то новым. На слёте собрались добровольцы разного возраста – юные школьники и ветераны. Один из них – участник народного хора «Прялица». Руководитель нашего хора Ольга Михайловна Млынская объяснила, рассказала, что будет такое мероприятие, надо принять участие. Волонтёры познакомились с программой добровольческого движения, участие в котором разнообразит повседневную жизнь любого человека, принесёт новые знания и положительные эмоции, и, конечно, друзей. Как сказали организаторы, это долгосрочная программа в формате школы. Волонтёров мы будем обучать многим направлениям. Мы сегодня обсуждали то, что каждый может заниматься тем видом деятельности, который ему ближе. То есть, начиная от оформительской деятельности, рекламной деятельности, до того, как выступать на сцене, самому писать сценарий и проводить эти мероприятия. В наши дни волонтёрство в сфере культуры стало востребованным направлением. Ведь именно волонтёры несут позитив, делают мир немного добрее и лучше. Дорогие друзья, Дворец культуры приглашает каждого, приглашает всех стать волонтёром. В нашем таком порой недобром, таком тёмном сером мире хочется развиваться, хочется дарить людям праздник, хочется жить. И где это ещё делать, как не у нас во Дворце культуры, с бесконечными праздниками, с ежедневными вообще конкурсами. И хочется дарить хорошее настроение. И вот хотим пригласить всех, кто так же, как и мы, влюблён в это дело, кто любит творчество. И кто намерен и хочет дарить этому миру, в особенности нашему городу, хорошее настроение. А чтобы записаться, нужно всего лишь позвонить по телефону. 3-54-42. Ждём всех! Наталья Вишнева, Константин Миронов, Новости 11 канала.